Здравствуйте, перед вами деленка Орхидея Променея и ее мне прислал Андрей Булатов из канала Уголок Архамана. Он мне прислал ее, кажется, весной, если я не ошибаюсь, Андрей. Здесь вот эти три, было вообще четыре новых псевдобульбы, но одна мне показалась подгнившей, не показалась, а была немножко подгнившей, и чтобы не рисковать, я удалила эту псевдобульбочку, они были маленькими. Как вы видите, некоторые псевдобульбочки, как у большинства деленок, у которых нет корневой системы, хорошей, выдали вот такие вот листья, мятые, но новые псевдобульбочки развились довольно-таки неплохо. Вот вы видите, в полноценные псевдобульбы. Я смотрела видео Аллочки Халф, если я правильно произношу фамилию, Аллочка, извини, если я неправильно ее произнесла, из Германии. У нее тоже есть променея, которая выдала два цветоноса. И я ей говорила, что тоже моя променея выдала два цветоноса. Вот этот, вот здесь, видите? Минутку. Ну, как вы видите, оказалось, что три цветоноса, а не два. Но один цветонос почему-то смотрит в грунт, и мне пришлось подложить под него кусочек пенопласта. Буквально сегодня я обнаружила еще один. Андрей сказал, что это цветонос, но я тоже так думаю. Хоть я не очень хорошо вижу, но не похоже на новые псевдобульбы. То есть я могу сказать, что это растение, несмотря на то, что оно было разделено, из одного сделали два или три растения, довольно хорошо адаптировалось. Я сужу не только под цветоносом. Я, как обычно, очень человек такой невнимательный. Хотела приподнять, зацепила за что-то. В общем, с большими усилиями она у меня вылетела. Ну, надо было постараться, конечно, она у меня вылетела из горшка. Я не хочу сейчас, вот видите, даже корень оторвался. Не хочу сейчас ее травмировать снова. Но у нее, оказывается, развелась шикарная корневая система. Просто шикарная. Она плела весь горшок. То есть вот она процветет. Ну и, возможно, весной я ее пересажу. Хотя кажется, что места еще многовато. Вот такая вот она у меня. Честно говоря, я даже не знаю, что это за промене. Здесь вот у нас был такой вот странный отросточек. Как будто бы цветоносом, но он не развился, он подсох. Как вы знаете, меня больше всего интересуют сами растения, а не их название. Мне я поленилась даже поискать. Но это мы потом с вами будем узнавать, как она называется. Вот такая вот промене. Я держала ее до плюс 10 на улице. Но мне казалось, что она плохо развивается. И я замесла ее домой. В общем, на ней это никак не отразилось. Она решила процвести. Выпустила вот такие вот цветоносики. У нас зима в этом году очень-очень теплая. И, к сожалению, из-за того, что она очень теплая, очень много врагов на нас нападает. Начинается даже паутинный клещ, который любит жару. И тот у меня появился. В общем, идет борьба страшная. Растение обработано. Поэтому кое-где видны и белые, и блестящие пятнышки. Это все от обработок. Ну, вот такая промене. Грунт поддерживается постоянно влажным. Местоположение сейчас у нее довольно светлое. Ну, самое светлое, куда попадает дневной свет. Без подсветки. Практически. Удобрение у нее было осмокот. Я положила. Вы знаете, так это удобно. Это очень удобно. Когда хочу, я добавляю жидких удобрений. А если нет такой возможности, просто я чем-то занята, то им постепенно-постепенно попадает вот этот вот микродозы этого осмокота. Я не знаю, если она выпустит еще какой-то цветонос. И три цветоноса с одной зеленочки. По-моему, даже очень-очень прилично. Хорошая девочка. Спасибо. Если видео было полезным, ставьте лайки. Если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал. Отвечу с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...